58 серия Борута, можно сказать, целиком была новой добавкой к 11 фильму. Наконец, мы увидим новое поколение в бою 1 на 1. Всем доброго времени суток, с вами Анизора. Сорян за запоздалый обзорчик, с учебой занятый был. Ну а теперь давайте быстренько приступим к видео. Я желаю вам приятного просмотра. Самая интересная часть экзамена на Чунина, это бои 1 на 1, а то есть третий этап. По крайней мере, в первом сезоне Наруто они были достаточно зрелищными и доставляли уйму радости при просмотре. А что же касается боев Борута, если не быть занудой и кратко сказать, то они тоже неплохие и было интересно наблюдать за новым поколением в действии. Особенно за генинами из других деревень, ибо каноховцев мы и так более-менее знаем. Ну, сражения Борута и Юруи мы и в фильме видели, так что поговорим об остальных. Шикадай против Йодо, это было почти то же самое, что и Шикамару против Тамари. Однако, как говорится, на минималках. В целом-то да, бой неплохой, но остается такое ощущение, что во многом авторы Борута повторяются. Да и сам Кишимото это говорил, что боится такого развития сюжета. То есть он боится, что они ничего нового не придумают и будут повторяться. А такое зачастую неизбежно, ибо человек по своей натуре пытается повторить то, что у него хорошо получилось когда-то. И как мы все знаем, в большинстве случаев во второй раз получается намного хуже. Но в отличии от Шикамару, Шикадай не настолько ленивый. Он активно двигается в бою, не летает в облаках, как отец. Да и вообще, Шикадай один из моих любимчиков Борута. Так сказать, более-менее сбалансированный персонаж. Также понравилось, как Шикамару вскрикнул типа «Ура!» после победы сына. Видно было, что он сильно переживал за него и болел всей душой и сердцем, как говорится. Темари тоже дала о себе знать с трибуны стадиона. А что касается боя с Арадой, то она, как обычно, порадовала. За три секунды уложила противника, как и обещала. Ну что и требовалось от нее ожидать. Как в прошлый раз сказал Саски, иначе и быть не могло. А вот Митсуки, как обычно, спокойно и непринужденно сражается и даже не чувствует оппонента. И этот момент, когда он случайно высвободил немного своей чакры мудреца, что его противника аж в дрожь бросило, был достаточно прикольный. Ну а вот Инаджина просто унизили. Его соперник даже не напрягся и спокойно уложил его. Если вспомнить его отца Сая в его годы, который был безэмоциональным убийцей, даже жалко его стало. Сая хотя бы не так, просто слился бы. Такое чувство было, что Инаджин без свитка сам ничего не умеет. То есть, будто бы он ноль в Тайдзюцу. И в данной серии он был единственным проигравшим генийном из Канохи. Ну и как обычно, на самом интересном месте серия закончилась. А именно в начале боя Шинки и Чоучо. Блин, как же я ей не завидую в данной ситуации. Надеюсь, их бой сделают очень мощным. Ведь сам Шинки сказал, что он не умеет сдерживаться. Да и пятерка Каги тоже была достаточно заинтересована его силой. Ну а Гаару выглядит уверенным за его способности. Серия в целом неплохая, но в то же время нечего особо про неё сказать. Она была какой-то скучной что ли. Поэтому и обзорчик получится очень коротким. Вы уж извините за это. Также обязательно напишите в комментариях, понравилась ли вам эта серия. И насколько вы ждёте следующую, где будет бой Шинки. Серию можно оценить в 5 баллов из 10. А на этом всё. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Надеюсь, как обычно, наберём 5000 лайков. С вами, как всегда, был Анизора. Всем удачи и всем пока.